Срочное совещание с участием специалистов областного министерства образования МЧС, глав муниципальных образований, прошло сегодня в зале заседания правительства. Главный вопрос на повестке – обеспечение безопасности детей в загородных лагерях. Безопасность детей – это, пожалуй, самая главная наша задача. И у нас на территории Ульяновской области в течение всего летнего периода будут работать 20 палаточных лагерей. Я не буду сейчас говорить о загородных стационарных, а именно о палаточных лагерях. На сегодняшний день у нас работают два лагеря палаточных на территории Чердоклинского района. И нужно сказать, что во всех лагерях и палаточных, безусловно, тоже обеспечены особые требования к пожарной безопасности, к любой другой безопасности. Пристальное внимание к летней оздоровителе компании не случайно. Трагедия произошла в ночь на 23 июля в Хабаровском крае. Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса в Солнечном муниципальном районе унес жизни четырех детей. Всего к тому моменту в лагере находилось 189 мальчишек и девчонок. Сейчас на месте происшествия работает следственная оперативная группа и занимается документация. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель. Премьер-министр сказал, что нужно провести неплавные проверки именно палаточных лагерей. И вообще, наверное, всех загородных лагерей, где сейчас находятся дети. И сейчас у нас будет проведено заседание комиссии по очистению ситуации правительства Ульяновской области. Естественно, мы это просто осмотрим. И я думаю, такое решение будет принято. И в ближайшие дни мы эти проверки проведем. Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин еще раз напомнил главам муниципальных образований и всем присутствующим, что необходимо незамедлительно сообщать о палаточных лагерях, которые образовываются стихийно и не входят в специальный реестр. – Коллеги из муниципалитетов, может, конечно, там и дополнительную какую-то нагрузку, но я думаю, что это не нагрузка, это обязанность. Если вы понимаете, где у вас есть лагеря, и если там ваши главы поселений, старосты видят о том, что возникает где-то стихийный лагерь, ну-ка сигнал-то должен пройти. То есть, коллеги, все-таки ответственность за возникновение, за реакцию на появление стихийных лагерей все-таки несет муниципалитет. Итоговый документ по решениям комиссии уже сформирован. Одним из пунктов станет создание совместно со специалистами МЧС видеоролика о правилах пожарной безопасности и страшных последствиях при их несоблюдении. Фильм будет показан всем специалистам, детям, по возможности и родителям на территориях загородных лагерей в рамках инструктажа по пожарной безопасности. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Улправда ТВ.